Перевозчики Верхояния бьют тревогу. Из-за задержек заработной платы денег не хватает даже на предметы первой необходимости – еду и медикаменты. Свои вопросы водители смогли задать напрямую членам правительственной группы, которая в эти дни находится в Верхоянском Улусе. Подробнее об этом Альбина Павлова. Что делать? Получается, что авансирование было произведено, сейчас авансирование произведено, и оплата 55%, 45% будет на дископирование. Все, 10% мы только получили. На что жить? Даже на продукты питания нет. Так, почти с риторического вопроса «что делать?» началась встреча Ксея Колодезникова с перевозчиками Арктического Улуса. Сегодня из-за долгов по зарплате сложилась ситуация, из-за которой водители не могут купить не только продукты питания и лекарства. Только перевозчикам Верхоянского района Губжи КХ задолжал за прошлый сезон 136 миллионов рублей. Ни для кого не секрет, что это предприятие, не только у нас в районе пользуется очень плохой репутацией, а в выплате. У меня вопрос такой. Кто выступит гарантом, в случае, если мы подрядимся под них работать, в случае, если они пойдут под донбровом, я это в своем вопросе, кто будет выплачивать их деньги? Потому что их уставной капитал только составляет 3 миллиона. Вместе с тем, в этом году все объемы перевозки переданы одному предприятию Сахаспистранс, который работает на территории Улуса не первый год. Но именно в связи с этим у перевозчика Верхояния накопилось немало претензий. Почему перевозчики недовольны и справедливо ли их недовольство? В этом году очень хорошее снабжение. Замечаются улучшения. Кто бы не говорил, что Сахаспистранс заваливается или предприятие умирает. Нет, предприятие оживает. Оно оживает новыми людьми. И я думаю, сейчас та же самая проблема решится. Последние несколько лет из-за позднего открытия арктической навигации большой объем груза остается в Усть-Куйге и Нижнеянске. В период автозимника грузополучателям района нужно завести 65 тысяч тонн угля и 8 тонн сырой нефти. Но сегодня, кроме населенного пункта Сайды, во всех населенных пунктах запас угля имеется до 1 февраля. Есть вопросы по расчетам за прошлогодние перевозки, которые нужно оперативно решить. Исходить из той информации, которую предоставляют с мест, то топлива хватает фактически везде до февраля. Есть населенные пункты, где до конца отопительного сезона в силу их отдаленности. Вот есть критика по селу Сайды, которую мы будем решать. Альбина Павлова, НБК Саха, Батагай.